Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео топ 5 криптовалют, которые сегодня пампят, которые растут больше, чем биткоин. На чем можно быстро заработать. Итак, заходим в фиат, торговая пара с USDT. Выбираем самые большие, которые пампят или самые, которые больше всего падают. В общем, например, вот самые большие падают PERP, QNT, WING относительно вчера. А самые большие растут DIDEX, SRM, REI, SKB и MINA. И FTM тут их догоняет. Итак, зайдем в DIDEX. Смотрим, что у него был сегодня листинг. Минимум был 3. А максимум 14,4 в первые минуты. Потом стал 14,89. Опустился до 11. Стал 16 и сейчас немножко проседает. Е-рост показывает 371% на сейчас. Вот, в принципе, есть какая-то сформированная волатильность. И можно на этой крипте немножко поторговать. Вот, в принципе, 10%, 20% есть. SRM. Так, если смотрим на день, то за последние дни увеличилась объем покупок-продаж. Рост составил вот сегодня от 8 до 12. Это значительно. Это 46% на сейчас. И минимум вот буквально недавно был 2. А сейчас 12. Смотрите, во время листинга максимум был 5. А минимум 0,11. То есть уже в 20 раз, если считать от минимума, выросла стоимость. И буквально 2 месяца назад, или нет, в мае, он был 12,98. То есть кто-то еще зашел туда по той цене. И сейчас надеется, что дорастет, и он его продаст. Следующее у нас... Это SKB. Вот, после позавчерашнего падения он вырос, восстановился и вырос еще больше. Сейчас цена 0,21. И минимум был 0,07. То есть он 3 раза вообще вырос. А вообще минимум был 0,01. Вот. Тоже в 20 раз, получается, выросла цена. И особенно она как бы превысила значение во время первой минуты. Так, это у нас SKB. Если мы посмотрим на неделю, он был вообще 0,044. То есть есть куда расти. И можно поторговать. Следующий у нас Ray. СРМ вот на недельке можно посмотреть. И теперь Ray. Ray вообще недавно только залистили. Он вот растет, растет, растет. Максимум у него был 17, две недели назад. Сейчас 15. И большая, хорошая волатильность. Довольно большая волатильность в течение дня. То есть вверх-вниз, тут 28%, 22% за день. Сегодня 30% за день. И в течение там часа тоже 12% это очень хорошая волатильность. Поэтому можно наблюдать и ставить. Правильно заходить, высчитать уровни входа, уровни поддержки. Вот видите, например, 10, 15, опять 10, 16. В принципе, можно ставить, например, 10 с копейками. И ждать, вдруг зайдет. А потом на 15 выйти. Это все-таки 50%. Если так посмотреть. Ну, можете 11 поставить. Тут было меньше разброс. Сейчас побольше стал. То есть, нормально такая волатильность. Был вообще он 6. Сейчас 15. Даже был 3. В 5 раз подрос. Следующий у нас FTM, который растет, не останавливаясь, уже несколько дней. Но сейчас немножко объема покупок падает. Поэтому нужно уже все аккуратнее и аккуратнее заходить в лонг. Если вы в лонг. Вообще он вырос уже в 10 раз практически. И даже больше. Если смотреть совсем дальние сроки. Ну, вот относительно недавнего времени, да, за месяц. 10 раз очень хороший результат. Я сама на нем приторговываю чуть-чуть. 50% за день. Это очень такая прикольная амплитуда. Но, опять же, правильно надо заходить. Кто еще не знает телеграм-канал у нас есть, можете подписаться. Там иногда появляются теперь сигналы. Там можно посмотреть, какие есть уровни поддержки. И определиться с ходом. Вот, например, на часе, да, или там на минутном интервале, там почти 1%. 0,33%, 0,5% и так далее на минуте. Каждую минуту. Вот, ну и как вы видите, сформированные волны. Итак, вот 1 на 15 минутки, да, 1,5%. Так, следующая у нас криптовалюта. Переходим дальше. Это у нас мина. Мина сейчас выросла на 35%. А так, в принципе, уже в 2 раза она выросла. От 3 до 5. И тоже, каждую минуту можно посмотреть волатильность. За день сегодня большой рост. И это больше, чем был во время листинга. То есть, те, кто зашел на листинги, немножко подождали. И вот сейчас в 2 раза заработали. Вот, не знаю, что с ней будет дальше. Посмотрим. Так, ну и можно, это был спотовый, можно зайти на фьючерсы. Не все пары, которые есть на споте, есть на фьючерсах. Поэтому тут у нас в лидерах SRM, Ray, FTM, EGLD и C98. Ну и, конечно же, Solana. Давайте смотрим SRM. Цифры практически такие же. Буквально там немножко может отличаться. Спот и фьючерсы. Ну и объем на фьючерсах, конечно, торгов больше, чем на споте. Вот у нас FTM. EGLD. Был 209. Сегодня. Если мы посмотрим, волатильность там 20% за день. И C98 он был, когда залистили на фьючерсы 6.5. Кто-то аж еще ждет. Кого-то уже ликвиднуло. Сейчас он 4. И позавчера был вообще 2. Поэтому в принципе перспективная. Крипта. Многие на ней торгуют. Объем хороший. 500 миллионов. Так. Ну и, конечно же, Solana. Сейчас она уже 200. Недавно была 20. То есть 10 раз рост был. А если посмотреть вообще начало. То есть 10 раз за месяц она выросла, да? Если мы посмотрим например, начало этого графика, когда ее только залистили, то вообще был 4 максимум в первый день. А минимум вообще был единичка. То есть через какое-то время она просела, стала 1 и сейчас 200. В 200 раз выросла цена. Вы представляете какой-то колоссальный рост. То есть стоило там какой-то минимум купить на споте. Пусть он бы лежал себе. И вы могли заработать. Вот. Поэтому такой анализ графиков очень полезный. Я сама когда вам делаю видео выбираю на чем поторговать выгоднее. Потому что не всю крипту так анализируешь. А те кто как раз выделяются как раз можно и проанализировать и себе вызбранные отложить. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.